Последние резервы Центробанка сгорели на китайском Форексе. Юань рухнул рекордно с 1994 года. Помните, совсем недавно, несколько месяцев назад я говорил, что путинцы вкладывают деньги в юань, который управляем. То есть, курс юаня могут обрушить в нужный момент, не до нуля, конечно, но вдвое легко. А могут поднять. И я говорил, что специально для путинцев его обрушат. Вот, оказывается, на 104 миллиарда долларов Россия имела там вложения, которые не подпали под санкции. Короче, кучу резервов, мы даже не знаем, сколько туда вложили. И теперь все это рухнуло до рекорда 1994 года. Представляете, Китай наращивал потенциал с 1994 года. Сейчас все это рухнуло, но Китай совершенно не волнует. Это особенность китайской экономики. Чем меньше стоит юань, тем лучше. Все будет нормально. Там инфляция никого не пугает. Там не пугает падение юаня. Да, дефолта там быть не может, потому что Китай должны все, а Китай фактически не должен никому. Ну вот, кроме таких придурков, как Путин, которым и все. Теперь, после того, как юань упал, ну и сколько они должны. Украина призвала Китай стать гарантом своей безопасности. Куле предложил Китаю стать гарантом безопасности страны. Передает информационное агентство Осеньхуа. В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности, включая Китай. Да, Китай так и обезопасит Украину. Мам, не горюй. Мне особенно нравятся те украинцы, которые радуются. Вот Китай, я когда говорю, Китай захватит Россию, они так радуются. Вот, русских не будет, а будут там китайцы. Нет, ни русских не будет. Это нас всех не будет, понимаете. Если Китай возьмет Россию, он также возьмет и Украину, и Белоруссию. Возьмет все страны бывшего СССР, только, может быть, там Прибалтику пока не станет. И то не факт. И то не факт, понимаете. Зачем Китаю брать часть, когда он может захватить целое? Поэтому, если он сможет захватить Россию, у которой есть ядерное оружие, то все остальное для него уже не препятствие. Все остальное он так схавает. Кроме всего прочего, я так понимаю, что Байден и все остальные еще на той встрече с Путиным, помните, когда произошла встреча, тогда я говорил, что договорились они сдать Украину Путину. Путин просто проглотить ее не смог. А вот уже Россию сдать Китаю с проглоченными Белоруссией, Украиной и так далее. То есть, это новая концепция раздела мира, она абсолютно очевидна. И если кто-то не видит, это люди дураки. И защититься мы можем только сообща от Китая. Во-первых, убрать режим Путина, прекратить всякую войну, безусловно. И понимать, что надо защищаться от Азии, а не от Европы. Китай еще захватит Евросоюз. Как это ни странно, Китай уже практически Евросоюз захватил. И здесь это очень хорошо видно. Какое количество китайцев, какое количество китайских бизнесов. Это просто невероятно. То есть, если раньше, 5 лет назад, никаких китайцев, кроме туристов, не было, то сейчас одни китайцы. Вячеслав, Путин агент Запада или Китая? Вначале он действовал как агент Запада. И понятно, почему его Ельцин воткнул. Первый разговор он имел с Киссинджером. Вы помните, это же даже в путинской энциклопедии написано. Он был, нет, никто. Возил таксист, возил там людей. И вдруг Собчак послал его в 90-м году, в марте месяце, встретить Киссинджера. И он встречает Киссинджера. И такой замечательный там разговор есть. А чем вы занимались? Вы сейчас где работаете? В Ленсовете он там работает. В каком, блин, Совете? Он там числился в университете. А кем, а это, а до этого кем работал? В разведке. Киссинджер, да, все там приличные люди начинали в разведке. Так вот, понимаете, да? Поэтому Путин начинал, конечно, как агент Запада, но потом переобулся. И с Китаем ему более удобно он себя чувствует и вольготно. Вы же видите. Слава, а разве Европа и все мировое сообщество будут согласны на аннексию Китаем? Андрей Николаевич, ну что же вы спрашиваете? Какие вопросы задаете? Если сейчас вот вы спросите украинцев, согласны ли, чтобы Китай захватил территорию России? И полукраин, 90% проголосует да, за, конечно. И так далее. Немало не думая насчет того, что следующие будут они. Даже не следующие, а сразу же вместе. О чем, о какой Европе вы говорите? В Европе основное политическое руководство уже давно под Китаем. Уже давно куплены Путиным, Китаем и всеми на свете. Что вы вообще по этому поводу несете, да? Те вещи, которые решены, грубо говоря, на высшем уровне теми людьми, которые пытаются управлять миром, их и преподнесут как выход, единственный выход, единственное спасение от советской угрозы, от хер знает еще чего. И все будут аплодировать. Ура! Ну, не все, но там единицы, конечно. А вот какой-то тут китайский тролль, наверное, написал, что ты, и что-то всякую необоснованную. Напиши, Си Цзиньпин, и я тогда пойму, что ты не китайский тролль. И так, да, обоснуй, ты обоснуй. Если, ну, я вполне, конечно, допускаю, что ты дегенерат какой-то слабоумный, да, который не видит ничего. Ну, те, кто умеет смотреть, слушать и думать, понимают, конечно, что Китай пожрет все, что может пожрать. Поскольку это империя, поскольку сейчас информационный мир, а Китай первый вошел в этот информационный мир в виде кибертирании, то есть он первым занял место в новой общественно-экономической формации, а это не шутка. Это вообще не шутка. Ну, представьте, все страны феодальные, вдруг одна раса стала капиталистической, и вот может натягивать. Так, собственно, и произошло, когда главные империи стали капиталистическими странами, да, помните работу Ленина об империализме, да. Так что, Вячеслав, почему не отвечаете на неудобный вопрос про пора собирать земли русские? Я, вверх, не видел этот вопрос, а что там суть вопроса какая-то? Давайте я сейчас посмотрю, Иван. Ну, я уже, наверное, понял, о чем вы говорите, с полуслова я вас поднимаю. То есть сейчас пора собирать земли русские, что ли? А что вы считаете, вот я вам встречный вопрос, русской землей. Что собирать? Вот Казахстан это русская земля или не русская земля? Да? Да? Ему надо собирать или не надо? Украину уже собрали, да? Скоро своих не соберете, блядь. Их и артисты, все эти собиратели земель, имели русских, обиратели имели русских, да? Все русские земли скоро Китай заберет. Тут нужно эту русскую землю сейчас беречь, а не что-то там у кого-то собирать. У нас нет ни одного шанса, ни единого шанса сохранить Россию в тех границах, в которых она есть сейчас. Ни единого, чтобы вы знали. Ну, если когда вся эта херня кончится, а она обязательно кончится, Россия потеряет огромные территории, просто огромные территории, понимаете? И нужно понимать, что если Россия останется, то это будет результат только титанического труда таких людей, как я и как мы с вами. Не таких вот, кто там, имели русских, блядь, собирает, а людей, у которых есть масло в голове, кто понимает, что происходит реально в этом мире, кто наши враги и кто наши друзья. Это только героизм и титанический труд этих людей могут спасти часть России, да? Если вообще что-то можно спасти на сегодняшний день. Я хотел, меня попросили поговорить насчет той карты, которую китайцы показывали. Ну, можно поговорить, никаких проблем. Давайте тогда завтра поговорим. В Китае нашел земли русские. Ну, да. Таких тут собирателей земель, блядь. Вон, один уже есть собиратель. Грабил, блядь, Россию 22 года, блядь, уничтожал народ России, блядь, а потом решил войны устраивать, земли собирать, блядь, столько, блядь, собрал земли, что охереть, вон, сколько народу прикопал в этой земле уже со всех сторон. И с той стороны, и с этой. А на самом деле это с одной стороны, потому что это одни и те же люди, один народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...